150, да, а полная франшиза будет стоить 500, там нам помогают полностью, я говорю, с франшизами надо аккуратно, то есть тут либо можно реально обучить себе жизнь на 100%, а можно реально, ну, кляпаться, так кляпаться, вот, и допустим, если вы продаете франшизу, то вы потом контролируете того человека, допустим, да, в Ярославле, как ваш бренд сохраняет, тогда это получается уже не свой бизнес, это получается, ну, вот в том-то и нюансе, да, вы партнер, который изначально вы купили сюда чего, и вы каждый месяц платите им роялти, как правило, либо 3, либо 5% от выручки, вы перечисляете им, за то, что они вам, да, но, допустим, чем франшизы удобнее и проще, у них уже есть схема, как быстрее выйти на клипу, она, как правило, приукрашивает, допустим, нас запишут, там, купаемость сложных денег, допустим, там, 6 месяцев, это иметь в виду, вот, вы были в франшизе 500 тысяч, да, и они вам обещают, что за 6 месяцев будет 5 тысяч отработать, уже будет зарабатывать, вот, вот сайтов очень много, реально, да, но я не просматриваю, как, ну, наверное, вдохновение, скажем так, еще какие-то, что скажете, честно? нет, честно нет, по налогам, никак не платят, так платят, так платят, мой совет, это вот реклама о том, что вы можете выиграть грамм в районе 500 тысяч, не ходи, не ходи, я сходила, причем я была уже вот-вот вторая, у меня супруга уже рожали, рассказываю вкратце, нам нужно было вынести, вот, что вы понимаете, это, ну, суммы такие, колоссальные, и мы хотели, чтобы нам, допустим, отсутствовать в магазинах чеками, эти, там, те же кусочки, нужно собрать вот, как муки покуп zast funciona, оригиналы этого, копии хотя бы, Доверенные фендер-земпо, из банды оригиналов, которые принесли, то есть, ну, в принципе, за 2-3 недели эти пакеты купили собрать. Очень большой затык налоговый. Там нужно сказать право о том, что у меня нет насрочек и нет денег. Я не знаю таких предпринимателей, которых нет насрочек и денег. Ну, нет этого. Может, процентов 5-100. И у нас такая была фишка. То есть, мы, допустим, загадали справку. Нам показалось, что у нас 93 копейки долларов. Я заплатилась. Мне выдали новую справку, додированную 15 сентября. Мы подали пакет документов. Ко мне пишите, проверим по 1 году и т.д. и т.п. Мне такое письмо. Так, мне сейчас нужно быстро-быстро-быстро найти аппарат музеев. Ну, платить гамму, бюджет, т.д. и т.д. и т.д. и т.д. И потом у меня в середине аппарат оглашают дверью. Александр, Александр, держать, пожалуйста. Я говорю, что случилось? Я говорю, ну, держайте. Дед. Приеду. Я такая закапываюсь к ним. Он говорит, присядьте, пожалуйста. Я говорю, слушайте, я не рожу. Нормально же. Скажут уже, как есть. Потому что я уже в бизнесе столько лет. У меня ничем нет. Они говорят, вы понимаете? Пришла такая ситуация. С одной стороны, как бы и вы выполнили все условия, да? Вы предоставили эти ДДТ. Но и мы не можем дать вам деньги. Потому что на другого я справку дала. Не от 1 сентября, а от 15-го. Я говорю, чего? Нам показали брать. Потому что справку дало бы и два. И то и два. Они говорят, вы можете поучаствовать. У нас стало, говорит, миллион сто тысяч рублей. Вы можете поучаствовать во втором туре. И я думаю, ну раз, говорит, поучаствовала. Я собрала такие документы. Мне уже тяжело. Сами понимаете, когда там уже 8-9 месяц, у тебя голова уже вообще как ватная, туманная. Ты там, ну, плывешь. Тебе уже хочется там почитать, порежать, посмотреть сериалы и так далее. Вот. Я собрала второй раз такие документы. Ко мне ведь пришли, уже проверили. И ей приходит письмо, что мы выиграли, девочки, 23 тысячи 700 рублей. Я собрала письмо, перезваниваю. Я говорю, вы точку-то не забыли мне? Там мы сами. Они говорят, да, 23 тысячи 700 рублей. Я говорю, спасибо, но не надо. Они говорят, нет, вам нужны все. Я говорю, мне не нужны. Если вы в этот бронеран выигрываете, вы в течении 3-х лет отчитываете по среди списочного твоей инфекции. Потому, у меня бухгалтер уже, что может быть. Я ей говорю, мне не нужны ваши деньги. У меня зимороя будет. Ну, больше. Плюс там все по условиям. Вы должны предустроить отдельное количество людей. Я говорю, понимаете, если я возьму 20 тысяч раз. Я знаю, как заплачу за год 10 раз больше, чем вы еще даете. Я говорю, что зафига мне? Это 20 тысяч рублей. Они говорят, ну возьмите, пожалуйста. Я говорю, в смысле, что за новости-то? Мне звонили там все начальники. Говорят, что там отела всевозможные. А что? Если я их деньги не возьму, то за следующий год. Я говорю, знаете, вы можете нажать. Я говорю, какую-то это сделаю. Мы пришлем за вами в машину. Мы вас восемь в банк за эти науки. Только, пожалуйста, вы заберите эти деньги. Я говорю, понимаете, мне не надо. И что я в медицинском центре куплю на 20 тысяч рублей? У меня вот завтрак чпатель только на полсень. Зачем мне? Надо. Они мне сказали, ну вы подумайте, ну вы подумайте, ну вы подумайте. В общем, они мне достали. Я из них взяла. Через месяц мне звонил, она ругала. Я их сказала. Она говорит, Саша, я тебя проклянула. Она говорит, зачем? Зачем? Я говорю, ну уже вот так. Она тебе постоянно им какие-то шлюет документы. Постоянно нужно идти с печалью. Постоянно нужно что-то там подписать. Они за это я говорю, слушай, я уезжаю дома буквально. У меня только шлик зажигает. Я еле хожу. Не вот до фонаря на вашу печаль, но фонаря на ваши документы наберу. Ну приедьте, пожалуйста. Я говорю, пошлю купал тебя. Она за меня разговаривает. Она за меня прячется. Ну и вот не так себе. Допустим, вот Анна Кутузова, которая в капусте. Они участвовали в другом гранте. Не в нашем, в каком-то областном. Их там проспонсировали. Они купили что-то другое. Что-то такое. Какой-то там скоп. Но это не место. Это как бы на другом. Вот. То есть у них опыт положительный. У меня резко отрицательные. Прям резко отрицательные. И как бы, ну, отказать в гранте из-за того, что... Причем, когда я участвовала в третьей волне, я говорю, что у вас же был минут 100 тысяч. Я говорю, что, вот помимо меня, все вот прям эти икуты сделали вот прям про это на 500. Я говорю, что там полезнее медицинского, детского медицинского центра в Зашевсинском районе. Там же баловая система. Они говорят, ну вот здесь сельхоз, как бы сельхоз короны. Там что-то такое. Я говорю, понятно. Сельхоз про это вообще нужна митигация. Потому что там целевые вот эти программы государственные. Если ты покупаешь корову, тебе там носит золотик. Потому что ты там вот колхозником станешь. Мы покупаем корову. Да. Мы, грубо говоря, не хотим. К сожалению, это так. А вот с этим музейского хозяйства у них очень большой год по наукам. Вот у них, да. Это вот. Помогать. И делать шоколадку, потом пьем. Это как фермия здоровья. Как фермия здоровья. Да. А то есть. Как фермия, как фермия? Как фермия, как фермия? Штурки, да. Штурки, конечно. Где у нас не поцессу, я знаю, что есть. Я тоже не знаю. Я знаю, что есть. Где-то по Сельверцок семья тоже не занимается. Это как фермия, а вот это Арвакхан, Древен. Они там кофе там много. Вот фотосессия там еще есть. Да. Это хорошая, как для каждого. Нет. А можно купить мясо, перебить пироги, молоко и парклоск. Это будет. Штурки. Какие еще отпуск у девочек? Да. Девочки, давайте вопросы у меня... Смайл на телефон разрешать. Или только бизнес рассматривайте. Вот такой, который я подросил и съедет. Нет. У меня два января есть. Я устала. То есть у меня сейчас именно онлайн обучение. Я набираю девочек. Вот у меня два января сейчас. Первый выпуск по психологической уверенности в бизнесе. Да. Чтобы вы через сутки разобрались. Чтобы вы понимали свои силы, свои страхи. То есть чтобы мы развалили уверенность в себе. Да. Проработали. На страничке у вас это, да? У меня ссылка есть в инстаграм. Вот. Мне напиши, я тебе все дам. Может девочки все мне писать? Я буду в контракте. Если вдруг потеряетесь. Мама в бизнесе. Мама в бизнесе. Там у меня есть в шапке профиля ссылка на два места. А второй выпуск, он маленький. Он чисто на проработку целевой аудиторией. То есть там у них просто две недели. Мы прорабатываем целевой аудиторией. Точке касания, как давать рекламу. Какое у вас уникальное предложение. То есть узкое. Потому что маркетинг это копать не перекопать. Прям закопаться. Самое главное понимать своего клиента. Если вы понимаете своего клиента. В бизнес пойду. Будете понимать куда рекламу добавить. Куда не вбухивать лишние 100-150 тысяч. Потому что допустим, мне там очень многие звонят. Дайте там, допустим, у того же клиентского центра. И маму пить. Я говорю, у моей мамы кто-то с коляски заходит. Они не читают это. Зачем мне каждый месяц. Давай там 15-20 тысяч. Я сама мама. Я понимаю, что я за шапку. Я этого держу. Я этого держу. И вот что там в лифте написано? На счета фонаря. А если я иду одна. То я иду. Не лифт. Не лифт. Я понимаю, что для меня это не тот канал. Я сделала именно мини-роз по проработке своих выборов. И я вот сейчас ухожу именно в онлайн. Потому что у меня маленький ребенок. Мне физически опять как-то вот. Мне вот себя прям тяжелее. Поэтому я сейчас больше все-таки в онлайн. Но это проще. Есть платформа. Вы зашли с компьютера. Телефона. Прочитали уроки. Написали ответ. Я вам такая. А-ля-ля. Написала вам там. Т-т-т-т-т-т-т. Дополнительный вопрос. Дополнительное задание. Вы сделаете все. Я понимаю, что вы идете дальше. Это удобнее. Это реально удобнее. Еще что. А вот можно еще от себя по второму пункту. Ваш опыт работает. Мы тут вот расписывали, считали. Там, пыры-пыры-пыры. Если. Как грамотно сказать. Если вы знаете, допустим, конечный результат, сколько стоит, допустим, ваша услуга, ну вот я со своей стороны расскажу, допустим, вот мы уже, да, полторы тысячи нерожки, вы посчитаете, сколько вот это стоит, сколько в день вы там будете работать и так далее, и уже вы будете знать, какая у вас стоковая сумма. Поняли? Нет. Мы вот здесь рассчитывали, сколько там аренда, сколько там всего надо, и какой у меня там будет доход, сколько мне нужно человек. А вы посчитайте наоборот, все наоборот. Зачем? Чтобы знать, допустим, у вас идея, сколько я буду с этого иметь, я не знаю. Ну это тоже, да, недели случаются. Вот, например, внутренний день у тебя стоит по полторы тысячи рублей. Ну это в лучшем случае, не каждый же день человек входит по полторы тысячи, там. Крекция там, допустим, по 700, да? Ну, например, вот, давай мы его съем. Ну, ладно, допустим, так. На сколько мы умножаем? Ну, допустим, трех человек в день вот так. Так, трех человек, это будет четыре с половиной тысячи дней. Вот, и вот и посчитай, сколько, сколько дней там в месяц, да? Ну, допустим, 20 дней там, да? Выходные там, 90, правильно? Да. Так это получается у вас? Это грязный месяц? Нет, я вам говорю, вот, человек спрашивает, вы спрашиваете человека, это сколько ты хочешь получать там, сколько тебе надо? И потом такой, и минус это, и минус сто. Ну, не жалко, вот, не жалко. А чем все такое? Я могу взрываться, 90. Я такая, вычитай аренду, вычитай материалы, вычитай элитическую. Он такой, а где денежки? А где это работает? Ну, вот, я в минус ушел. Я в минус ушел. Ну, можно и такую схему, да. Ну, моя сына мне нагляднее показывает, чтобы я просто начну, он нагляднее показывает, сколько ему нужно в день работать. Да? Сколько брать клиентов? Да, он вышел на доход. Потому что, я поняла. Разный, разный подход. То есть, здесь, да, просто человеку показывает. Если ты будешь там, в принципе, там, два-три человека в день, то ты заработаешь во сколько. А я скажу. Хочешь. 150. Ну, ты сколько хочешь, то ты должен работать с утра до ночи. Нет. Нет. Ты продумываешь варианты дополнительных товаров. Ты, допустим, ну, не только ногти. Ты можешь продавать маски для рук какие-нибудь, да, омолаживающие. Дополнительный такой. Ты, допустим, можешь к тому же маникюру добавить массаж рук. И в конце и делает почти, а. Это же единица. К тому же я ходила, да? Чтобы в конце вот маникюру мы сделали массаж, или в конце перегрева сделали массаж рук. Вы просто спрашиваете. Вам сделано стоит 150 рублей? И там кто-то скажет. Да. И там дополнительные девушки. Не за все. Это время отнимают. Это время, ты можешь, знаешь, на полторы тысячи. А это сколько ты? Нет. Нет. Это будет клиент более удовлетворенный. Скорее всего, по сарафанам ура. Это лучше девочки посадить дополнительно. Смотри, какой будет объем у девочки. Смотри. Ты можешь сделать не полторы тысячи. Ты можешь сразу позиционировать себя. У меня какой-нибудь подход клиент. Да, у меня маникюр стоит не 100 рублей, а полторы. Но он включает ванночку, маску. Я бы пошла. Видишь? Тебе нужно понимать свою целевую аудиторию. То есть, если у тебя к тебе ходит на маникю мама, которая еле-еле наскребла деньги, либо на ужас. То для нее 800 рублей это будет ну как куда. А если у тебя пришла вот ну я, и у которой вот... То есть, я думаю, что для меня там 150 рублей за массаж, но у меня вот тут все пронуло. Это же вообще классно. Для меня это не деньги. Я бы запросила. Вот. То же самое, допустим, и какие-нибудь шутки, да, там, эпиляции, ногтам, вот это все. То есть, я, допустим, ходила, только одна девушка бы спросила, вам сделать массаж спины? Да. То есть, да. Ну, только что издевалась на домой, как могла, ну во мне, конечно, да. Но это будет стоить там дополнительно 300 рублей. Вообще не вопрос. Вообще не вопрос. То есть, здесь нужно понимать свою целевую аудиторию, свое УТП, как бы упаковывать, чем вы отличаетесь от конкурента. То есть, не обязательно клиента слизывать прямо все с тут, ну вот и до. Главное, может быть, просто другим мастером. И клиенты к вам пойдут. И опять мы возвращаемся. Сколько вы готовы ждать серафанное радио? Серафанное радио, оно тоже работает. Вы, ну, наращиваете, так сказать, объем своих адвокатов и бренда. То есть, вот я, допустим, хожу к моей, да, взять вы ее в тему, потому что она реально крутая. Я сижу, она там ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, и я там полчаса и все, ее подклачу, ну, гладкие ноги. Взять вы ее всем смеете, я поймаю, что она крутая. И вы так же постепенно, постепенно наращиваете вот своих, ооо, мы там за него горой. Ну, так, адвокаты. Адвокаты вашего бренда. А это развить можно уметь. Два года ушло. А? Два года ушло. Ну, многовато, конечно, в среднем это идет вот. Ну, шо, провал. Ну, вкладывайте, сколько вы брали клиентов, какой у вас был поток. Вкладывайте, если вы на рекламу. То есть, вы тоже можете смотреть, понятно, что вы сидите и ждете. Когда консультик кто-то зайдет, то тоже можете сидеть и ждать. Я как-то давно говорю, само собой только с ягра сасывается. Там, и на стол через десять дней. И то. Всегда. А так, пока ты не возьмешь все в своем руке, пока ты не начнешь реально делать то, что ты хочешь, Джо не будет. Джо не будет. Суешь из этого, когда все в своих руках? Вот. Приходим к просто дивидированию. Приходим к тому, что нужно постепенно-постепенно передавать. И руководитель должен контролировать персонал, заниматься развитием, придумывать диктеновых фишингов и так далее. Как вот руководить впереди. Потому что все со мной вот, и просто со мной впереди. Ну, почти надо, надо. Все. А ты потом встанешь и пойдешь. И когда на этот бизнес я могу идти в 9 утра, отсидела, еще и встала и пошла. Да, было там свои восемнадцать-двадцать. Ну и встала. Конечно, ну. Видите, тоже. Вот я почему и курс психологический, который все придумал. Не все понимают, что такое бизнес. То есть это расписывается, как я выхожу в машину. Какая успешная бизнес есть. Потому что до этого я в Дмитриюнке была с администратора. Сама. Ну, по курсу тут сидела. Зато. Мама писает, вот я спрашиваю, да. Когда сидела я, я просто спрашиваю, что мне вам понравилось. Напишите, пожалуйста, честный вопрос, да. По инструктуре, по центру. То есть что вам понравилось, что не понравилось. Я встала в раз этом восемьдесят. Сейчас у меня будет стыдя. там это сидеть и трюкать постоянно, постоянно, но учителя, что я маленького ребенка, я могу их постоянно долгать зато и бизнес, да, он дает свободу, да, ты можешь купить машину, да, не пойду себе на работу и леглась немножко на башку, все, нет, я буду ехать, да, захотела, поехала там путешествовать, захотела там туда-сюда и с ребенком взяла, в среду сорвалась, там, в среднем, я не знаю, показываю Вы взвешиваете, вы видите, допустим, у меня клиента, да, у которой вкусняшки, да, я у нее спрашиваю, как у вас относятся ваши близкие и семья она говорит, меня не понимают, она говорит, ну, меня не понимают, почему я ее не представляю давай, пиши вот, всегда говорит, ну, как-то они Сколько она уже про понимала? она только-только начала то есть, я тоже на курсе, обязательно нужно простроить общение с друзьями, с родственниками потому что, если у вас муж против, то садяйте мне я думаю, что вы жили все мужа как же делаем? давайте делаем, у меня все давайте если сфоткаемся, в ГЛАК если у вас остались вопросы, то пишите мне личку вконтакте или в инстаграм я здесь всегда встречаю вот вот если что, вконтакты возьмете и вы спасибо сейчас я попрошу про Достана а у нас все 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 и преимущества и и и все и и а у нас Даааа Спасибо Женя Ну давайте на этот дом Куда что встаем? А как Светка куда же падает? Вас с кем снимал? Хорошо Куда скорее? Куда? 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 -куда? Даааа, там у нас прямой фильм Смотри, все обрезали, можно потом просто обрезать. Хорошо, спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...